Драгоценные истории. Совместный проект наследия Digital и уральского ювелирного бренда Ringo. В каждой семье есть драгоценные истории. Мы вспоминаем их в кругу близких за праздничным столом или пересказываем друг другу тихими вечерами. О тех событиях, которые случались у наших близких или в наших жизнях. Это истории эмоциональные, волнительные, счастливые и грустные. И кажется, что чем их больше, тем как будто бы наполненнее ценей наша жизнь. И вообще есть ощущение, что они точно так же складываются, как драгоценности, как фамильные материальные ценности, бриллианты в такую копилку поколений. Поэтому мы решили собрать на одном диване два поколения женщин, которые поделятся своими драгоценными историями. Мать-королева, всегда представитель прекрасного в нашей семье. Она нас приучила к прекрасному во всем дизайнеру одежды. Я сейчас дизайнер интерьеров, но я не практикую это, а просто занимаюсь строительством загородной недвижимости. В моей жизни было много трудностей. Так скажем, когда родились дети, наступили эти 90-е годы, вот это потом я начала строить дом, было много препятствий, было много трудностей. Я могу... Сегодня мы вот ехали, обсуждали, я говорю, Саша... Ой, Маша, я говорю, у нас даже никогда не было помощниц по дому. Ну, великие учителя у меня были, они говорили, что свой рай человек должен создавать сам. И я его начинала создавать во всем. От постельного белья, посуды, скатерть на столе. То есть полы были белые, потому что простые деревянные полы не смотрелись, пришлось сделать их белыми. Я не боялась труда, я выросла в такой семье, где, я бы сказала, режим ограничений и нагрузок. Все время были поручения, все время были это. И вот Маша может сказать, какое у нее ключевое слово в детстве было или ключевые слова? Я не скажу сейчас, что это хорошо, с учетом современного воспитания детей, с уважением к личным границам и так далее. Ключевое слово было быстро. То есть нужно было делать все быстро. Нужно было делать все очень быстро. И то есть ощущение труда, оно должно происходить как должное и моментальное. То есть это должно быть идеально все сразу же. Сейчас мне красили, я сказала, нет, не принцесса, а королевна. Воспитывать царевну, их всегда воспитывали в труде, даже Александра Федоровна, у них были жесткие ограничения. Они спали в холодных комнатах, они также работали медсестрами. Это в этом и есть королевское, в этом и есть не безудержное веселье, без остановок и каком-то разлагании. А труд в том, чтобы, во-первых, переложить по отношению к себе, к своим близким и найти свой путь и свое предназначение. Это все по факту рождается из труда и из уважения к себе. То есть если ты себя любишь, то в любом случае будешь... Я могу добавить, что надо посмотреть, как красиво работают мои дети. Просто вот Маша моет пол, это надо видеть, как она вот все остальное делает. Это надо просто, знаете, удовольствие смотреть, такое впечатление, что человек прямо кайфует от этого. От того, что вот она долго собиралась, я ее просила, вот это, вот это сделать. Но если она это берется делать, то это она делает безупречно, вкусно, красиво и очень быстро. Мама такой домохозяйки могла там за час превратиться в такую царевну-лебедь. А еще я вспомнила момент такой, что она проводила в 90-х каких-то годах, до 90-х годов курсы кройки и шитья. И это было в городе Березовском. Она снимала там зал библиотеки, и у нее было 4 группы друг после друга, и к ней шли какие-то, как к Ленину, наверное, женщины, женщины советские, за советами. Причем это были не только советы, то есть кройки и шитья, это также были именно то, что касается вкуса жизни, то есть по саду, по еде. Мама всегда опаздывала минут на 15-20. И она заходила, а там вот так вот сидели такие ребятки, вот такие курочки, и они вот так на нее смотрели, а она заходила. То есть это было в 90-е, когда там в белом каком-нибудь пальто, то есть каждый раз это был новый выход. И еще у нее была такая из Германии сумка рыжая, и там она была полная денег. Потому что... Такая легенда была. За выходные проходило порядка там 100-120 человек, учениц. И, соответственно, раз в месяц приносили заработные планы, ну вот за курсы. И вот она так брала, и вот так деньги складывала, и то есть она приносила раз в месяц. И это было настолько, как-то она такая была особенная среди женщин. И мне казалось, что это что-то... Я тоже не могу сказать, что это гордость, да? А мне казалось, что это данность. Что вот у меня мама... Мать моя королева. Я ее наряжала, как принцессу. И можно сказать, что через то... Вот через этот вот аспект одежды, внешности... У меня, например, сын, он всегда говорил, вот я их одену, там белые брюки, там, чтобы вот обязательно было все очень безупречно, внешне. Он говорит, ну вот, сейчас поедем в город, все на нас будут смотреть. Через внешность своих детей я, можно сказать, нашла продюсера в Москве для своей первой коллекции. Я возила ребят на Новый год в Москву. Ну и дети бегают, понятно, там коридоры, вот как эта студия, большая квартира Сталинка. И одна женщина всегда говорит, что чьи это дети, чьи это дети? Ну, мне так... Он оказался продюсер в будущем. Да, в будущем. И она сказала, я тебя покажу в Москве. И показала меня в Метрополе. В общем, это было... Ну, для меня это так было комплементарно. Был Зайца с внучкой. И в тот день, кстати, это было 29 апреля 1997 года, в тот день в Москве проходил последний прижизненный показ «Версачи». Он приезжал со своей коллекцией. И в том году его в июле месяце убили. Но Зайцев выбрал меня. И он сказал, я приехала к тебе. Вот этот вот возраст, вот эта возможность принадлежать самой себе, это просто награда. Вот сейчас я просыпаюсь и понимаю, что какое счастье, что вот это все случилось сейчас. То есть я могу распоряжаться своим временем. У меня большой опыт. У меня много всего, что есть делать. Ну, то есть много работы. Тут вот один француз, с которым мы давно, как бы он у меня в друзьях 10 лет. Тут его что-то прорвало. Не знаю, что он тут так написал. А что бы это такое знать? Да. Ну, в общем, мы стали переписываться. Переписываться комплементарно, все так это мило, замечательно, все. Он говорит, мне интересна женщина моего возраста. Ему 77 лет, 8 марта будет. А мне, значит, будет 10 марта. То есть два дня разница. Вот. В общем, достаточно активная переписка. Конечно, французы, они, так скажем, нельзя так говорить, но они извращенцы. Это все признают. У них все про любовь да про это и про то. Но он очень образованный человек. Да. Он большой знаток живописи. Он, например, присылает какую-нибудь фотографию там. Ну, например, я говорю, ой, про гонар, поцелую краткой там. Или прекрасные возможности. То есть я сразу говорю, ой, караваджо. Ну, то есть я обожаю истории искусств. Я знаю всех. Со мной ходить по музеям одно удовольствие. Я бесплатный экскурсовод. Про француза давай. Вот. Ну, в общем, мы переписываемся по сей день. Он, конечно, он не свободен. У него какая-то подруга там. Они объединены общим домом. У них там детей куча. Вот. Но он водит людей в горы. Про язык. Про язык. Ну, в общем, вот мне пришлось заниматься языком. Пришлось. То есть, ну, так скажем, ну, мне интересно. Ну, память у меня отличная. Вот как ни странно. Вот, 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 деревянки. Вот плюнула на меня, потому что у меня память просто вообще. А вы как? Маша последние три дня ночевала у меня. И мы прямо это на этом. Рассказать причину? Вот. Ну, не надо. Мы прямо сидим и общаемся. Она на диване, я в кресле. Все выключено. И мы просто, вот, есть нам чем поделиться. Вот прямо есть. Я, например, так скажем, восхищаюсь своей дочерью, как она умеет вот это, видеть суть вещей, событий, людей. Как она вот это вот. И если происходят какие-то вот конфликты или какие-то неурядицы, мы начинаем анализировать. Ну, почему так произошло? Почему именно это с нами произошло? И всегда находим вот это решение, зерно. То есть вот эту суть. Вот она вскрывается. Я бы хотела передать любовь. Любовь, потому что любовь, она во всем. И любовь есть Бог. И любовь к себе, к своим близким, к окружению, к этому миру. И на этом основа, все-таки, я думаю, именно счастливой жизни. То есть любовь тотальная, которая всепоглашающая, это то чувство, мне кажется, за которым человек должен, рожден для этого. Он рождается впоследствии, как это, следствие любви. И должен научиться этому. Поэтому я думаю, что это величайшая ценность. Получить, приобрести и, скажем, транслировать это качество и это чувство. Дольчевите пертутти, персоны. Красный. Если бежут и красный. 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 Красный.